Глава, уважаемые председатели президиума, дамы и господа, коллеги, слово это сказалось, редко такое количество коллег в одном помещении, таких маститых подфизиологов увидишь, это очень приятно, приятно, что хотя бы для этого, так сказать, следовало этот пленум созвать. Большая благодарность членам организационного комитета, действительно, это уникальная возможность, и не зря Аслан Анатольевич назвал наш пленум историческим и судьбоносным, я надеюсь, что так оно и будет. В то же время в своем выступлении, на которое времени остается немного, я постараюсь его сократить как можно, потому как, ну, как, в школу ходят из-за переменок, а у нас, наверное, это кофебрейки, и это святое, отдымать нельзя. Можно барьер. Да. Дело в том, что, ну, о том, зачем нужен какой-то единый ресурс, наверное, никого уговаривать не нужно. Вот этот самый замечательный шанс почного общения, он, конечно, ничем сравнить его нельзя, он уникален, и ничем он не заменим, но в то же время, вот, закончится сегодняшний день, как это ни печально, и после того, как мы сфотографируемся... Я эту фотографию вывесил здесь, ну, не для издевки. Дело в том, что я, сколько ни смотрел, к сожалению, никакого большого количества, ну, сегодня мы этот недостаток, естественно, исправили, российских подфизиологов в одном месте больше двух-трех не нашел. Вообще говоря, когда задаешь в поисковой строке запрос общества подфизиологов, подфизиологи, ну, понятно, что сейчас в основном выдаются ссылки на наш пленум, и это приятно и хорошо, или на какие-то локальные, местные, городские общества подфизиологов, где, конечно, такого количества и такого великолепия не найдешь. В то же время, как вы прекрасно понимаете, страна наша велика, я вот пользуюсь, между прочим, частично сайтом общества подфизиологов наших ленинградских, частично списком участников, которые на этот пленум должны были прийти, я боюсь, что, может быть, не всех отметил, но вот красненькими кружочками я отметил те города, в которых находятся вузы, в которых, в свою очередь, есть категория подфизиологии, значит, работают подфизиологи, с которыми у нас более или менее хорошие связи, но я вот, к сожалению, должен констатировать, что сюда приехали далеко не все, и, так сказать, ну, по объективным, субъективным причинам. Страна наша велика, и дел у всех очень много, количество студентов огромное, надо их всех учить, а каток не хватает. Вот, поэтому и предлагается, что вот в каждом из обществ, в каждом из вузов есть какие-то электронные ресурсы, мы так или иначе, конечно, используем разнообразные способы трансляционной медицины, этой самой онлайн-связи, они бывают разные, бывает то, что вспоминается только с ужасом, я имею в виду какие-нибудь вот ассоциации, навеянные временами так называемой пандемии ковида, так называемого, но есть эти очень хорошие примеры. Вот, например, в этом самом помещении регулярно проводятся у нас ежемесячно встречи членов общества подфизиологии Санкт-Петербурга, который организует Тимур Дмитриевич, и вот, так сказать, к ним подключаются и те наши пенинградские подфизиологи, которые по каким-то причинам не могут прийти лично, но и, естественно, большое количество разнообразных наших друзей и коллег из других городов и самых отдаленных. И, с одной стороны, это хорошо и лестно, и приятно, но с другой стороны, это все-таки тоже ресурс какой-то единый. Этот ресурс позволил бы и, так сказать, каким-то образом общаться и делиться успехами, что-то обсуждать, организовать, так сказать, презентации какие-то. Вот то, что Жан Стопаевич сегодня сказал относительно организации, может быть, онлайн-обучения для послеводовской сферы и так далее и тому подобное. И, в общем-то, ничего вроде как этому не препятствует, потому что есть, так сказать, у всех и аппаратное обеспечение, есть, в общем, какое-то типовое программное, так сказать, обеспечение. Но, к сожалению, такого вот ресурса, который бы обладал достаточным авторитетом, который был бы всем известен, который бы всеми признавался, до сего времени нет. И, опять же, понятно, что не под силу никакому одному вузу или какому-то городскому обществу подфизиологов такой ресурс предложить, его, так сказать, организовать, поддерживать. Это и вопросы организационные, логистические, это вопросы какие-то, так сказать, достаточно деликатные в плане каких-то приоритетов и аккоритетов. И есть, в частности, так сказать, аспекта в этой области и уже чисто технически. Ну, скажем, нужен довольно мощный движок, нужны какие-то ресурсы и так далее и тому подобное. И вот на каждом слайде мелькает довольно знакомое слово pathophysiology.ru. Тимур Дмитриевич очень, я считаю, так сказать, виновитно и удачно этот домен в свое время застолбил. И, может быть, по крайней мере, на первых порах можно и через него каким-то образом это все начинать. Но, в любом случае, это работа для подфизиологов страны в целом. И я думаю, что, так сказать, вот в какой-то степени прообразом, может быть, может являться сайт нашего Санкт-Петербургского общества подфизиологов. Там, если кто заходил, знает, что там можно найти большое количество информации, относящейся и к нашим региональным отделениям, и к какой-то справочной информации. Но, естественно, претендовать на то, чтобы выполнять все те функции, о которых я сказал, а также те, о которых мы еще просто даже еще и, может быть, не можем себе представить, он не может. Поэтому, так сказать, я призываю в этом плане обдумать возможности, безусловные, так сказать, достоинства такого подхода и присылать и, так сказать, лично предлагать в этом плане свои инициативы. И, может быть, мы дойдем до того, что следующий какой-то форум будет организовываться уже с учетом, с использованием такой платформы или такого портала. Благодарю за внимание.